Провести те реформы, которые они считают необходимыми, без некоторого зажима, невозможно. Поэтому будем зажимать. Это они так рассуждают. Они заблуждаются, конечно, но они так рассуждают. А вот из каких, если бы вот эти либеральные свободы, если бы их так отнимали по одной, предположим, это мозрительная совершенно ситуация, вот от какой из них вам было бы труднее всего отказаться? Свобода слова. Свобода слова. И свобода передвижения. А вот от какой выберете? Я должен выбрать? Да. Вот такие условия. Я бы уехал, поэтому свобода передвижения. Ну, лишат меня свободы слова тогда, но есть свобода передвижения, я уезжаю. А там у меня уже есть свобода. Совершенно верно. Так что ура, выпьем за свободу передвижения. Давайте. Я знаю, что у вас еще при советской власти был момент, когда вы очень хотели уехать. А сейчас эти моменты бывают? Вы знаете, сейчас проще. У меня не одно гражданство. Я понимаю. Поэтому. Нет, вот момент, когда все, вот, идите вы все, знаете куда, все. Ну, конечно, бывают, бывают такие моменты, но если в советское время я мог сказать, идите куда это, а сам-то я никуда не мог от этого деться, понимаете, я был невыездным, я не мог уехать. Сознание того, что я могу в любой момент, вот прямо сейчас поехать в Домодедово или в Шереметьево купить билет и уехать, вот это знание облегчает положение. Так вот от того, что вы говорите, что вы можете в любой момент уехать, я думаю, что действительно это, это же совсем другое психологическое ощущение. А он был с нами ненадолго, он посидит на веточке, он смахнет белым красным. Ну, на самом деле, ведь здесь очень много сделано, здесь свой дом, который я обожаю просто, да, и дача, которую я обожаю, которую мы все своими руками сделали. Здесь дети, вот, сын. И не так-то это все просто взять и уехать, на самом деле, да, это бросить очень много любимого, очень много любимого. Но, в принципе, тот факт, что я это знаю, что никто меня не остановит, и мою супругу тоже, что немаловажно, да, это очень важно для меня, это внутреннее вот такое состояние важное, и поэтому не подступает так в горло, что, ну, пошли бы вы все, знаете, куда. Ну, не исключаю, не исключаю, не исключаю. А что, вот, в какие моменты у вас острее всего вот это чувство, вот эта мысль о том, что я могу сесть и уехать? С чем это связано? С какими событиями в стране, там? Вот смотрите, знаете, Беслан. И мне звонит, звонят с Первого канала и говорят, Владимир Владимирович, вот, мы просим вас принять участие в обращении к москвичам, чтобы принять, чтобы они вышли вот на Васильевский спуск, чтобы выразить солидарность и прочее, прочее. И я говорю, что, конечно, ну, я, понятно, я это сделаю, но все-таки обидно, когда вспоминаешь, когда в Мадриде, вот, был этот самый ужас, как на следующий день, без всяких призывов, на улице вышли 10 миллионов человек, на улице Испании, не Мадрида, а всей Испании. Ну, ладно. Я сделал это, действительно, собрались, ну, как собрались, там было разное, там некоторые сажали в автобусы, заставляли, что надо ехать, так далее. Да это же время. 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 Выходит 150 тысяч итальянцев, которых никто не призывал, со свечами, выражая солидарность с нами. Я спрашиваю, в чем дело? Что сделали вот с этой самой русской душой, что вот нет, на самом деле, никакой солидарности? Страшно не сам этот митинг, организованный, когда действительно привозили на Васильевском спуске, а страшно то, что это митинг, они друг другу говорили пустые слова, которые потеряли всякое значение. А одновременно люди собирали деньги и набрали их стопом, потому что я не знаю, куда идти. Вот у нас, ну, и нафиг, и нафиг солидарность. А вот высыпать по поводу скорби нет у нас в заводе такого, не знает русский человек, как это, выйти на улицу скорбеть. Он дома сидит и тихо платит. Может быть, не надо тогда вызывать? Не надо, совершенно верно. Расставьте, если... Вот это не по-русски. Это не по-русски, это по-советски, коммунистически. Во всяком случае, я вам говорил о тех вещах, которые иногда просто, от которых хочется уехать. Вот от таких вещей не хочется уехать. А посмотрите, между прочим, вот когда такое страшное дело, да, Беслан, но на этом фоне жертвы взрыва в метро и жертвы взрыва на Рижской, как будто им ничего не надо собирать. Как будто это не точно такое же, вот абсолютно равное горе. Горе равное, но здесь дети, знаете, сами это дополнительно. Ну, конечно, ну, конечно, это раздирает сердце со страшной силы. Но ведь эта смерть равна этой смерти. Смерти и смерти. Вы смотрите программу «Школа злословия» на канале НТВ. У нас в гостях Владимир Владимирович Познер. Владимир Владимирович, я где-то вы читала, что вы говорите, что вы хотели взять интервью у Пушкина. Ну, это я говорил, вообще больше всего у Леонардо да Винчи. Да, ну вот у меня, я Леонардо да Винчи, понимаете, хуже понимаю. То есть понимаю и люблю, но Пушкин, вот когда вы говорили, там, что вы его обожаете. Да, я больше не хотела. У меня почти каждый день я о нем думала. Я думаю о своей глупости, это не важно. Я совершенно счастлива с этими глупостями. Я вас очень понимаю. А вот какие бы вы вопросы ему задавали, меня страшно мучает. Знаете что, поскольку я считаю, что когда-нибудь мы встретимся, я не буду публично говорить о том, я не хочу, чтобы я заранее знал. Это будет эксплуат. Погодите, вы же неверующий. Как же вы заранее встретитесь? Я неверующий, конечно, абсолютно. А как же вы заранее встретитесь? Не знаю. Так, еще один, я не знаю, неверующий. Я хотел сказать, что нет, на самом деле там рай, ад, это все, ну, смешно. Так вы тоже неверующий. Нет, ну, да что вы. Мы жить будем после смерти, вы за это верьте родили. Не знаю, но я сильно, я надеюсь. Ну, хоть один вопрос от Пушкина, ну, пожалуйста. Как вы это делаете? Вы это не все делаете? Он бы вас защекотал длинными ногтями. Возможно, возможно, возможно. Но я на самом деле не понимаю, знаете, не понимая, как он это делал. Да, это не так. Я не понимаю. А вы бы хотели таким быть? Да ну ладно, что там как. Я бы хотел, чтобы меня женщины любили так, как любили Пушкина. Достаточно. Ой, не надо. Для этого достаточно. Для этого надо их любить так, как любили Пушкина. Вот, совершенно верно. Начинать-то с себя надо. Ну, конечно. А в какую эпоху вы хотели бы попасть? Вы знаете, вот я много об этом думал. И, к сожалению, вот опять, вот вы можете только одну выбрать, да, как вот одну свободу. Нет, сейчас можете перечислить. Что это Ренессанс? В Ренессанс? Туда, где он происходил. Я бы еще очень хотел, конечно, в Афины. Те. Да, я бы очень хотел в Древней Египет, чтобы понять, что это было. Потому что это для меня таинственное и невероятно привлекательное. Вы хотите самое цветущее, роскошное и непонятное, когда сила, ума и таланта, неизвестно откуда взявшись, вот просто вся расцвела. Да, да, да. Букет роз вы такой хотите. Да, не розы, не розы. Там и сжигая на краснах, но это же, ну как, это такой золотой век человечества. Ну, это же замечательно, ну. Знаете, я все время выбираю себе что-нибудь. Ну, во-первых, я хочу посмотреть все-таки на события 33-го года нашей эры. То есть, как с Христом-то там, вот реально. Ну, это, конечно, интересно. Очень интересно. Просто вот надо мне знать. Вот мне надо знать. Вообще, меня страшно интересует вот культ все-таки, все-таки женщина или мужчина в христианстве. И все-таки Христос женился или не женился. А если женился на Марии Магдалене, как некоторые считают, то были дети или не было детей. Я бы с удовольствием вообще побывал там и посмотрел на все это. Владимир Владимирович, а вот что бы вы в своей жизни переделали? Раз уж мы тут размечтались, да? Что бы вы в своей жизни переделали? Вот в том смысле, ну, вот, например, вот вы тогда приехали с отцом сюда. Вот если бы сейчас у вас была, зная все то, что вы знаете, по-другому прожить жизнь. Вы бы все равно приехали? Не знаю. Понимаете, мой приезд, конечно, мне дал очень много. Просто я стал другим человеком, благодаря тому, что я столько лет живу в России, и язык знаю, и литературу знаю, и так далее, и так далее. Все-таки обогащая человека, было очень тяжело. До сих пор, кстати говоря, когда со мной не согласен, говорит, ну да, он же американец, или там, вы не любите Россию, еще любят это мне говорить. Потому что вы его можете любить, и так далее. Продолжение следует...